В стране стартовала агитационная кампания. В гонке участвует 326 кандидатов-одномандатников. ЦИК также зарегистрировала списки 21 партии. Напомним, выборы назначены на 28 ноября. 54 депутата Джугур-Кукинеша будут избираться по пропорциональной системе, 36 депутатов по мажоритарной системе в одномандатных избирательных округах. Жеребьевку среди зарегистрированных политпартий и кандидатов в депутаты по одномандатным избирательным округам для определения очередности и включения их в избирательный бюллетень ЦИК проведет 30 октября. Процедуру определения очередности между партиями, баллотирующимися по единому избирательному округу и между одномандатниками по каждому из 36 округов проведут отдельно. Главным критерием предстоящих выборов является недопущение подкупа голосов и использование административного ресурса. Избирательному процессу нужно обеспечить открытость и прозрачность. Антикоррупционный деловой совет приветствует заявленную президентом политическую волю по проведению честных выборов. В связи с чем со стороны АДС была создана специальная платформа, куда граждане могут обращаться, если зафиксируют какие-либо нарушения избирательного законодательства. Мы запускаем горячую линию, телеграм-канал для приема заявлений и обращений граждан по тем коррупционным моментам, которые считаются именно очень широко применяемыми именно в выборном процессе. Это подкуп, это продажа голосов, это административный ресурс. И мы хотели бы напомнить, нашим гражданам о том, что когда происходит подкуп, это и есть взятка. И в этом процессе ответственность несут и те, кто дает, и те, кто берет. Члены антикоррупционного делового совета вместе с представителями МВД и ЦИК будут проверять достоверность каждого обращения и заявления о нарушении избирательного законодательства. После результаты представят гражданам. Отметим, на сегодняшний день в Министерство внутренних дел уже поступило 12 сообщений о нарушении избирательного процесса. Там есть и подкупы, и нарушения предварительной агитации. Всего зависит от 12 фактов. Из них по городу Пешкек было зависит от 1 факт. Это злоупотребление административным ресурсом. Также на Рынской области 4 факта, в Баткенской 1, в Орской области 1 и в городе Ош 2. Также в Чуйской области 2 факта зарегистрированы, и в Диалабазской области 1 факт. Также, если знаете, вчера в ЦИК также по агитации, по нарушениям именно агитации были вынесены письменные предупреждения. В то же время наши граждане должны понимать, что именно избиратели могут провести в Дюгуркуке наших самых честных, достойных и справедливых кандидатов, отмечают члены антикоррупционного делового совета. По их мнению, люстрация – нелегкий процесс, но, несмотря на все сложности, в сегодняшних условиях избирателям необходимо проявить гражданскую сознательность и ответственно подойти к своему выбору. Если вдруг будет какое-либо игнорирование со стороны определенных органов, либо же какие-то там действительно сильные правонарушения, в которых не даются реакции, мы будем это, соответственно, освещать, это будем, соответственно, направлять соответствующие органы дополнительно, что, скажем, на таком-то участке, скажем, произошло такое-то правонарушение, из крупных, да, имеется в виду, и, соответственно, организация или государственный какой-либо орган соответствующий на это не реагирует, либо же, приняв заявление, не рассматривает в должном порядке, да. Отметим, в день выборов за порядком будут следить свыше 11 тысяч сотрудников МВД. Кроме того, создано более 200 групп документирования из наиболее опытных сотрудников, которые займутся фиксированием нарушений. На сегодняшний день специалисты Министерства внутренних дел проводят круглосуточный мониторинг СМИ, соцсетей и не только. Также для обращения граждан в ЦИК запущена работа колл-центра по номеру 1255. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова